Тили-ти-ти-ти-ти-ти-ли-ли-ти-ли-ли-ли Давай сегодня поговорим о любви и жадности Ух, красиво Казалось бы, ну красивая тема, но казалось бы Что общего между любовью и жадностью? Да, ничего, это же совсем разные вещи И в то же самое время именно жадностью очень часто люди подменяют любовь В чистом виде Ну, чтобы это увидеть, надо показать, как подменяют Вот сейчас мы это сделаем Ну, смотри, если мы говорим о любви к себе Я себя люблю, но в магазине там что-то купить себе Я возьму подешевле, на распродаже, секонд-хенд Я вообще себе откажу в покупке А мне не особо и надо Мне особо и не надо, да, я совру себе Потому что я пожалею себе И в то же время потом А потом, значит, уйдя из магазина, придя домой, через какое-то время Вот зря не купил Опять жадность идет Жаба такая, да, да, да Так, ладно, это самое простое, опять-таки Мать говорит, я так люблю своего ребенка Я так люблю своего ребенка Он у меня там один и единственный в попу целую, да? И в то же самое время Это же мать, это реальные истории Ладно, если бы это одна история была Ты посмотри, сколько нам писем приходит А то сколько, да Человек выходит на нас Я с вами с 20-го года Я делаю практики Я вижу изменения в ребенке Но у меня не получается его вывести из аутизма Да, а посмотри, уже 24-й год Ты пять лет сидишь Пять лет И у тебя не получается вывести ребенка Конечно, не получится Он в карме находится Он в роду находится И ты, если бы ты пять лет назад обратилась Когда ему было два годика То у него был бы стопроцентный выход А сегодня, когда ты уже через пять лет обратишься У тебя будет, ну, процентов 80 в лучшем случае Ты время потеряла Самое ценное, что у тебя было, потеряла На чем? На жадности А вдруг, да А вдруг вы подешевеете Или так Пять лет назад у нас были другие цены На самом деле, казалось бы Ты вообще за копейки могла иметь выведенного ребенка Ну, ты на него просто жалела Это любовь у тебя такая, жадная Ты с жадностью любовь Сэкономила на своем ребенке, да? Да, ты сэкономила А сэкономила, на самом деле, на своей жизни На себе На себе Ну, там же была еще вторичная выгода Диагноз Инвалидность там и так далее То есть, когда вот эти вещи видишь Ну, вот вы, мамочки Вот так вы любите И себя, и ребенка, да? И любовь и к себе в данном случае Подменена жадностью Непозволением себе Иметь здорового ребенка И любовь к ребенку подменена Жадностью Ничем-то Жадность Вот она Жадность Материя Все мое 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 При этом, смотри, много фильмов Ведь 30 фильмов Больше 30 Больше 30 даже То есть, ты посмотри Тебя вот очевидно Посмотри Ты можешь увидеть Что есть результат Да, это все просто так говорят Это там дурные какие-то говорят Смотри, как человек Возможность появляется А человек ее теряет На чем теряет? На жадность На жадность Так всегда возможности Теряются на жадности И тогда, смотри И только тогда, когда Хотя здесь даже этот случай не подходит Я хотела сказать, что Когда у человека Стоит вот прям Перед чертой Да Только тогда он готов Все отдать Так смотри На жадности Собирается материя На жадности Уплотняется сознание На жадности Идет сжатие Уплотнение Да, материализация И на жадности Человек болеет И теряет вот эту материю Тело И все свои накопления На жадности Человек уходит в инкарнацию Да То есть вот это уплотнение Он теряет и отрывается Материя, да Сжимаясь Она выдавливает сознание Она выдавливает сознание Да Потому что даже Посмотреть процесс старости Старый человек Он не может проститься Со старыми вещами Со старыми мыслями Со старыми накоплениями Со старыми взглядами на жизнь И вот это все старье Как в шкафчик какой-то Он откладывает в рот У нас были такие традиции В роду У нас вот так было принято Рот все определяет Складирует, складирует И материя сжимается И потом И выталкивает И смена тела Смена тела Старость тоже на жадность На себе уже рюкзачок Сложил Да Но смотри Получается Интересная штука Получается Мир мертвых Это мир абсолютно Чистой любви Любви Это состояние любви Но при этом Это состояние любви Подменяется В материи Жадностью Для того Чтобы соединиться Сознанию с материей Мое Мое тело Мой дом Мой мир Для того, чтобы Соединилось Несоединимое Сознание Соединилось Да Соединилось Несоединимое Но по факту Но когда мы говорим «соединилась», это с одного угла восприятия. Если посмотреть шире, то именно вот эту игру на каком-то уровне, на каком-то контуре создаёт полностью сознание. Полностью. Выделяя часть себя на создание материи. На сжатии. На сжатии именно. Тут не то, что даже выделяя. А это процесс, можно сказать, естественный процесс, благодаря которому есть жизнь. То есть сжатие. И образуется материя. Материя – это сознание. Это тоже сознание, да. Только очень сильно сжатое. Да, да, да. И человеку вот в этом сжатии жалко. Там работает жадность. А-а-а. Ты знаешь, да, это жадность работает, но это же ведь и есть процесс уровня развития, то есть человека. Человек развивается через… через вот такой свой выбор игры, то есть выбор программы. И он как бы… Ну, это его естественный процесс, которым он находится в этой жизни. Ну да. Но при этом у этого человека есть возможность. Есть возможность в этой жизни очунять. Вылечить на другой уровень. Очунять, да. Понимаешь, проснуться. Проснуться. Жить. Казалось бы, если тебя… Вот именно так скажу. Если тебя сама судьба привела на наш канал, сама судьба, это ты тоже есть, но ты… То есть ты сам себя привел сюда. А значит, есть эта возможность у тебя появилась. Возьми эту возможность. Вместо этого человек что делает? Вот смотри, вот представь. Идет так, знаешь, сознание его ведет прямо сюда, на этот канал, на наш, да? А человек придя сюда, он так… Стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп. Знаешь, так замедляется. И, знаешь, со своей игрой. И вместо того, чтобы в потоке войти и сказать «да», да, хочу, легко, он создает вот этот груз жадности, да, сжимается и накапливает на самом деле, накапливает сам себе еще больше времени на игру, свою вот эту вот игру в жадность. Да, да, да. Именно временем. Именно временем человек в данном случае не дорожит. Он его не ценит, он им разбрасывается. А время – это самый большой ресурс. Вот смотри, на определенном расширении мы подошли вот к этому восприятию, когда ты понимаешь, что вот фактически еще чуть-чуть, и да, вот ты говоришь, ты здоров, он будет здоров. Ты говоришь, он не здоров, он будет не здоров. То есть вообще никаких проблем, потому что весь мир, вся материя, вся реальность уже втягивается в сознание. И ты осознаешь, как это все работает, как это все строится. Но при этом есть определенные световые вещи, которые определяют распределение времени и запуск игры. Очень тонкое восприятие, очень сложное восприятие. Я специально не хочу проговаривать в словах эти вещи. Почему? Потому что вот смотри, на одном из стримов, на одном из последних стримов мы сказали, есть ли модель общества, когда человек не предает сам себя. И ты знаешь, я потом прифигела, когда мне начали писать воспоминания, как я сама себе протягиваю руку, я там вот это делаю, я там вот это. Ум уже и руки протянул, и ноги протянул, и все что угодно. И ты смотришь на это и понимаешь. Но вот человеку скажи, и все будет переврано. И потом это будет выдано, так и, Таш, вы говорили, а суть вообще не ловится, вообще ноль. Вы же сказали, в лучшем случае через сто лет дойдет. Потому что подхватывает ум, Наташа. А ум, он всегда на жатии. А ум не чувствует. Он всегда на ограничении, да. И поэтому и происходит. И он такой ум фантазер. Фантазер. Да. Если ты уже вышла в развитие, когда у тебя я протягивает руку я, пускай у тебя поправляются дети. Материализуй. Покажи. Потому что уже когда я протягивает руку я, там нет болезней. Вообще нет болезней. Там болезни выключены все. Мы видим, что такая модель возможна, но даже для нас она пока утопична. И поэтому, когда я начала получать такие письма, я так, аминь. Наташа, закрой рот, и все. И Ирине кляпу ставь. Чтобы мы вообще молчали. И ничего дальше не говорили. Потому что начинается лажа. Вот эта жадность ума. Так. Я взял и стянул. Посмотри, как наши психотехники сейчас психологами. Хватит. Я такая умная. И при этом, да, свою уникальность разделяю. Да, понимаешь, на этом. Капец. Так же, как ты говоришь это. Я себе протягиваю руку. Уникальность такая. А на самом деле это ум, который просто изворачивается. Не знает, куда еще ноги протянуть твои. Вот это все про любовь, понимаешь? Про любовь к себе, про любовь к жизни, про любовь. Про любовь той любви, которой нет, которая заменена умом. А ум подбрасывает. Будет он любить. Заботьтесь. Будет он любить. Имеет тебя. Будет он любить. Жальничею. Любовь на жадности и любовь, вернее так, любовь о жадности и любовь о свободе. Смотри, это совсем разные, да? При этом здоровый образ любви – это свобода. То есть настоящий, здоровый, красивый, счастливый. А больной – это жадность. Мое. Любовь – значит, мое. Мое. Любимый – мой. Все. Понимаешь? И удерживается, и ум начинает выкручивать, да. И ум начинает выкручивать, создавать проблемы, что надо контролировать, надо смотреть, надо ревновать, надо подстраиваться. То есть вот оно пошло, пошло, пошло на жадности. А скажи такому уму, скажи, что любовь – это свобода. Так что, это юху, да, во все тяжкие его кинет. Понимаешь? То есть не словит сути. То есть ум все равно вывернет. А, так вы говорите о свободе. Значит, это нормально направо-налево изменять. То есть, понимаешь, сути не ловится. Что такое свобода вообще не осознается, да. Вот, кстати, насчет сути. Это же не только в отношении любви. Суть человекам не ловится. Да. Я иногда просто поражаюсь, удивляюсь, ржу. Потому что человек вообще не ловит сути. Он привык есть. Брать умом все. Ум. А ум – это обертка. Да. Ум – это обертка. Фантазия вот эта вот, знаешь. Обертка красненькая, обертка зелененькая. Обертка там в цветочке. Так точно так же. Инфодайвинг – это та же самая медитация. Я когда такие вот вещи читаю, у меня такой смех берет. Нет ничего. Вообще ничего на самом деле. Вот на данный момент подобного, или, как сказать, ну да, подобного, как инфодайвинг. Нет ничего. Ну да. И никогда не было. И никогда не было. Это правда. Это оно так есть. Да, есть направления, которые… Они действительно такие есть. И искренние такие. Но саму суть, они вот самую, саму суть они не берут никак. Как? Дело в том, что сама суть, это получается, нет объективной реальности. Да, а это страшно взять. А кому страшно? Уму. И тогда вот в этих направлениях, где существует, он только в объективной реальности существует. Да. В моменте здесь и сейчас его нет. Да, да, да. Да. В субъективной реальности, получается, ум уже заменен интеллектом. Все. Когда ты находишься в субъективной реальности, твое внимание всегда здесь. Его здесь нет. Всегда здесь. А здесь разум и интеллект. И никак иначе. И тогда уму надо выдумать интуицию. Я вообще до сих пор в шоке. Ну, еще ж этот разводняк с интуицией проходит и в науке, проходит и везде. Ну, есть такое. Ну, весело. И при этом, ты знаешь, и говорят же, произносят то, что действительно является самой сутью. Да, это единое сознание, да, произносят. Но это все берется умом. И от этого, знаешь, как происходит, как, я, ну, образно, я знаю, да, единое сознание, знаю, но саму суть не берется. А вот как проскальзывание идет. То есть, знаешь, как будто единое сознание принять или, как сказать, осознать, это самое страшное. Это такое страшное, что святое из святых, которое, ну, оно действительно так. Оно святое из святых. Но человек не позволяет себе эту святую, понимаешь, вот взять на себя. Тут даже человек говорит, во мне есть частичка Бога. Да. Бог во мне. Я его частичка. Да, да. Ты там ручка Бога, ножка Бога. Клетка Бога. Клеточка. Мусоринка Бога, да. Но никак, это вот, понимаешь, вот это такое, да. Ну, сам факт, что это есть, если человеку сказать, что ты Бог, нет, я по образу и подобию, или я частичка Бога. Главное, знаешь, главное, отодвинуть это от себя. Это очень такое страшное взять. Причем, смотри, я так в последнее время с людьми не общаюсь практически. Если только по делу, два слова спасибо, если ты там оборотился за чем-то, да, там съездил, вот как сегодня с ромашкой ездили. А так нет. Почему? Потому что если ты вдруг позволишь себе ляпнуть лишнее, то ты видишь дикий страх в глазах людей. Да, да, да. Я не хочу, чтобы меня люди боялись. Потому что, когда ты общаешься с человеком, и вот, допустим, слушаешь человека, ты сразу, вот, я сразу осознаю, то есть я могу человеку тут же его слова, благодаря его словам, да, показать его, да. Ну, то есть его, почему он бедный, почему он так живет, почему он в этом месте. Да, то есть разложить, да. Но если даже чуть-чуть начинаешь, у человека страх в глазах, и вот как от единого сознания. Свят, 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 да. А это ведь про любовь к себе на самом деле. Опять-таки мы возвращаемся к этому. Потому что себе-то он не позволяет. Мы говорим, не позволяет, а на самом деле он на себя жалеет. И вот это на себя жалеет, это, конечно, феноменально, потому что человек любого достатка, любого уровня на себя жалеет. Казалось бы, здесь не про деньги речь. Отлично, не про деньги речь. Здесь не про это. У меня просто нет времени. Я просто считаю, что у меня еще есть время там потом попутешествовать или куда-то съездить или еще. А у тебя уже нет ни времени, ничего. Ты даже на себя время жалеешь. Да, да, да. Ты же можешь жалеть любой ресурс. Не только материальный, но и тот же временной. Да. А на себя времени нет. Да, да. А на свою жизнь, на себя собственного времени нет. И казалось бы, у человека, смотри, действительно. Смотри, вот даже, смотрите, вот даже в той же Библии. Ну, наверное, в Библии, но мне кажется, что в Библии есть вот этот, если стучаться в дверь, открой, вдруг это там Бог, да, как-то, а вдруг это стоит Бог, там, что-то такое есть, да, открой. Даже есть какая-то и притча на эту тему. А ведь на самом деле это действительно так. Каждый день, общаясь с людьми, мы все, абсолютно все получаем возможности. К нам стучаться каждый день. К нам стучаться. Но мы от них просто отказываемся, не открываем, вот действительно не открываем двери. А вдруг там Бог, да? А мы не открываем двери, потому что там действительно Бог стучится. А человек, то есть, общаясь, допустим, с человеком, да, неприятно, допустим, начинаются эмоциональные какие-то, начинают ругаться, да, люди между собой. Или там, допустим, человек тебе говорит неприятное, и ты так раз закрываешь двери, образно все, я не хочу, я обижусь на него и пошел. Это вот как раз та самая притча, или там то, что написано в Библии, человек не открыл двери Богу, то есть, в себе не открыл, не захотел услышать то, что человек ему говорил. То есть, не впустил в себя себя же. И не задал вопрос, зачем ко мне он приходил, зачем я видел это раздражение. Не впустил себя в себя же. Вот это, вот на самом деле, вот так Библию надо разжевывать, вот именно так, а не слепыми этими фразами от ума написанными и не прочувствованы. А ведь это об этом. То есть, человек, общаясь с другим человеком, если тот человек говорит что-то неприятное, то, что тебе не хочется слышать, человек сразу, это он плохой. А я хороший, все, я, поэтому я обиделся и закрыл двери. Ты закрыл двери себе, потому что это ты сам к себе стучался и хотел что-то донести. Вот это об этом. Это да. И это так все просто на самом деле, а человек боится. Боится. И поэтому тогда, тогда получается, когда вот сейчас общаешься с людьми, ну, с человеком, да, то просто приходится просто, ну, слушать. Ну, и сам для себя ты понимаешь, о чем это все. И ты понимаешь, что ты можешь человеку сейчас открыть вот все двери, все возможности в его жизни. То есть, открыть все запертое, то, что у него там умом заперто, да. Ну, ты понимаешь, что у человека крыша поедет. Ну, эта крыша поедет у человека, ты понимаешь, да. А человек будет, а здесь в обратку пойдет, а человек будет думать, что... Ты сумасшедший. Ты сумасшедший, да. Да, да, да. А на самом деле у человека могли бы открыться все возможности вот так. Вот так прям. Всего лишь позволить себе увидеть себя настоящего. Прикоснуться к себе настоящему. Прикоснуться к себе настоящему и искреннему. Вот эта искренность творит чудеса. А человеку больно прикасаться к себе настоящему. Он всячески за всю свою жизнь пытался максимально закрыть все свои чувства. Избегать себя. Да, избегать себя. Максимально закрыть свои чувства. Да. Так и не только сам человек пытается закрыть все свои чувства. по сути дела сейчас все поставлено на поток, на автоматизацию, на роботизацию, на отключение чувствования. То есть в дальнейшем человек превращается в робота, и даже в картинках мы уже видим в отражении, уже и проводочки в головы суют, и так далее, уже говорят про чипирование, хотя уже мобильные телефоны тоже вполне приличные чипы, но потом будет удобнее, зачем таскать в руке мобильный телефон, если можно вшить под кожу и везде рассчитываться, и знать, и все у тебя уже прям работает, вся электроника, и тебе это удобно. То есть все равно к этому человечество идет. Но это, как я называю, камнем вниз. Да, да, да. Потому что при этом полностью отключаются чувства, и остается только один механизм управления таким телом, это только через боль. Да. И при этом надо понимать, что подсознание боли не чувствует, поэтому рассчитывать уколет оно тихонько или лупанет со всей дури, здесь очень даже не приходится, потому что ты не знаешь, как это будет. Вот, хотя подсознание каждый раз знает, но оно боль не чувствует. А вот любовь она знает. Да. И жадность знает. И за жадность человек получает просто сполна. Да, да. И скажи, как мы с тобой каждый раз сказать расстраиваемся. Тоже нет. Мы просто осознаем свое вот это осознаем блин, я даже не знаю слово подобрать. Когда к нам пишут мамки, что вот столько лет уже там с нами, они заказали консультацию, и ты понимаешь, что тогда ребенку было до трех лет, а сейчас там ребенку пять лет, да, и ты понимаешь, что тогда обратившись, все было бы иначе. Вообще все. Вообще все. До трех лет можно исправить практически все. Вообще все. А здесь мама как все равно специально нагрузила, потяжелее тележку, взвалила еще себя, и здрасте, пришла к нам, здрасте, спасите. И то хорошо, если пришла, а то просто пишет, что вот думаю, надо, не надо. Скажите, мне к вам приходить? Нет, уже не приходите. Уже можете не приходить, да. И да, а еще когда допустим... Кстати, насчет уже можете не приходить, это реально так, потому что я уже отказывала точно так же людям. Почему? Потому что я понимаю, что в данном случае отсутствие интеллекта будет полной блокировкой результатов работы. То есть нам надо будет прикладывать в 10 раз больше усилий, потому что у матери нет интеллекта. Как есть. Да, да. И если... А интеллект – это основа выздоровления ребенка. Да, да. И если это так, то проще... Как-то, чтобы не портить статистику, да? Проще отказаться не в этой жизни, и все. Закрыть тему. Это на самом деле так. Тут опять-таки говорит мой прагматичный ум, который не хочет за это браться. Так на самом деле это разумно даже. Когда ты знаешь, что здесь очень большой объем работы, то есть не одна жизнь, то смысл сейчас ну, по сути своей, прожить, или как сказать, за этого человека. Ну, слушай, вот ты видишь, что это еще осьминог. Да, да. Так я говорю, еще процесс... Ты научишь его кататься на велосипеде? Да, да, да. Ну, зачем? В том-то и дело. Так я говорю, это разумно. И поэтому смысл тянуть на себе осьминога. Вот я к этому. Да, да. Так вот я тоже об этом. Если у него еще несколько жизней надо прожить, чтобы развиться. Да. Ну, это образно. И в то же самое время смотри, те, кто будут смотреть, они скажут, так любовь, это же... Вот умирает ребенок, спасите. Кстати, тоже очень часто нам пишут, там кто-то умирает. Спасите, спасите, быстрее бросьтесь в омут с головой, спасите. Подождите. Вы своей жизнью занимались? Вы в своей жизни навели полный порядок. В своем теле вы навели полный порядок. Почему вы сейчас пишете за того человека, который играет в свою игру и не просил вас об этом? То есть, вот это, конечно, тоже высаживает периодически. Собой займись, разгреби все, что ты нагреб в своей жизни. Спасатель, да. Да. Ой, да как же ваша вселенская любовь? Нет. Вселенская любовь это свобода. Надо дать человеку свободу, прожить то, что он нагреб. Это его выбор, да. Это его выбор, это его развитие. Да. Это его этап. Он через это развивается. И он не стучится. Стучитесь вы благодаря ему. Но вы не осознаете, что это вам надо, а не ему. Это ваша проблема, а не ему. Да, да, да. Вот эти моменты, когда человек научится держать внимание на себе. Кстати, это про разворот к себе. Про разворот к себе. Это же на следующей неделе мы для начинающих начинаем программу «Три сосны». Вот для тех, кто вообще только-только решается, нужен ему инфодайминг, не нужен и так далее. Эта программа останется в записи, повторять мы ее не будем. Это вот как раз, да, на следующей неделе. Первый блок – это разворот к себе. Там будут собраны самые эффективные психотехники для того, чтобы человек мог просто тупо развернуться к себе. Когда он говорит «Я люблю себя», а в зеркале он видит, как он себя любит, когда ему кто-то отказывает, кто-то доводит до истерики, кто-то увольняет с работы. Кстати, тоже писали были «Практика зеркала». Я люблю себя, а в этот же день был уволен с работы. Ну, это же классно, да? У человека появилась свобода, да? Вот она, любовь – это свобода. Тебе дали свободу. Тебя освободили из рабства. Ты свободен, да. А человек спрашивал. А я-яй-яй, я гречу, да. Радуюсь. Потом, когда поясняешь ему эти вещи, но опять-таки, вот эти моменты, когда вы действительно развернетесь к себе, вы начнете видеть сами. И тогда у вас уже не будет там каких-то стремных моментов с объективной реальностью, когда вы мир меряете авторитетами, их мнениями, чем угодно. Когда для вас, например, всю жизнь определяет медицина, ой, врачи сказали, там это сказали. Меня, кстати, очень сильно в последнее время удивляет, как люди уже после того, что натворила Всемирная организация здравоохранения, после того, что прошло с 2019 года, после всех вот этих экспериментов над человечеством, после лабораторий, которые были обнаружены, после всего, что было, все равно. А человек грудного ребенка поднялась температура, первым делом он несет к врачу. Подожди, а у тебя самого образования нет? Тогда бы твой ребенок остался жив. Это вот про интеллект на самом деле. Это про интеллект, и когда он недоразвит, тогда выносит соответственность, и тогда человек играет в чужую игру, не в свою игру. Эта игра будет чужой. И по чужим правилам, да? И по чужим правилам. Кстати, вот эта осень и зима очень хорошо покажут, очень хорошо покажут, кто как усвоил опыт с 2019 года. Я прям это чувствую, я это знаю. У нас сейчас будет интересный наплыв с ноября месяца, следующая игра. Да, вот как тогда была. И очень хорошо, как человек... А будет ли? Я не хочу. Просто это надо, знаешь, как для оценки своего уровня развития. Давай так, какая это будет в Европе? Давай, да, чтобы мы были наблюдали. Чтобы мы были наблюдателями. Я не хочу это здесь. Потому что это как, знаешь, как экзамен. Как для Европы. Да, пусть для Европы. Даже Азю не хочу, потому что мы там будем как раз. Да? Пофиг. Ну да, кстати. Зачем нам напряжение там, где мы будем. Да. Вот, ну просто очень-очень вот крутой прямо вот этот период будет, который покажет ху-эс-ху. Да, вот это в Европе. Но не здесь. Не здесь. Точно так же, как и с погодой. У нас всегда было разумно здесь. Здесь всегда было разумно, и сейчас будет разумно. Точно так же, как с погодой. Погода стоит великолепная. Великолепная. Да. До ноября. До нашего отъезда. Да. Когда мы уедем, тогда пройдут дожди. Как в эти выходные. Мужу говорю, слушай, надо, чтобы полила дачу. Он говорит, ну поехали тогда в Мстиславль, пусть дачу полет. Класс. Ну что ж, мы подождем, сидеть будем. Мы за это время в Мстиславль съездим. Поэтому, но при этом дальше тоже тепло. Дальше тоже все хорошо. Это про любовь к себе. Когда мы себя любим, мы отражаемся в любви. Когда мы себя оценим, мы отражаемся в том, что ценят нас. Когда мы себе врем, мы видим ложь в зеркале. И поэтому, если мы хотим любовь видеть, если мы на себе жадничаем, если мы подменяем любовь жадностью, то человек тоже подменяет жадностью, и мы видим в зеркале жадности. И научившись действительно искренне любить, мы становимся свободны. Когда мы свободны, мы можем видеть все проявления человека, любые. Только в свободе, только в искренности мы можем видеть абсолютно все в любом человеке. И при этом позволять этому быть в свободе. Потому что мы любим его таким, какой он есть. и не мешаем ему играть в игру. Вот это восприятие, когда твое зеркало прозрачно, и ты можешь полностью разложить человека, его жизнь, его болезни, и так далее. Но при этом ты не мешаешь ему играть. Вот это про любовь. Вот это про настоящую, искреннюю любовь к свободе. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok